И как будто бы я только приехал в мотоцикле и такой весь в поту и так далее, и продавать квартиру с перчатки, хотя бы не было. Вот. И в какой-то момент я прихожу туда, и туда приходит девушка, риелтор, она говорит, и девушка говорит, слушайте, думают мы сейчас с владельцем давайте пообщаемся, и я говорю, да, пожалуйста. А я, потому что, значит, бегал несколько кругов по кругу дома, чтобы приходить, как будто я такой потный и так далее, с мотоцикла Лето. Вот. И она говорит, слушайте, ну вот можно мы с ним как-то? Да, и я вручу к вам ушла. И она говорит, привет, я говорю, привет. Я говорю, ну вот квартира такая, вот у меня шлем, вот оставил с другой. Она говорит, а что продаешь? Я говорю, знаешь, у меня очень много квартир в Петербурге, огромное количество, в Москве там, в разных местах. Знаешь, вот хочется, у меня есть любимый артист Данил Котловский, вот он, значит, вот в Дуприс, вот он едет там, у него мотоцикл, дауншифтер, дауншифтером хочу стать, кататься на серфе, и вообще, ну просто она мне не нужна. Она говорит, а, все понятно. Она говорит, слушай, я сейчас приду. Я говорю, ты уходишь? Она говорит, нет, я сейчас приду, тебе здесь у меня. Я говорю, хорошо. Я остался в квартире, не понимал, что-нибудь. Она приходит через десять, мне было бы только вина, и какая-то соль полбаса. Она говорит, Макс, слушай, снимай все. А он... Я говорю, откуда? Она говорит, я в космосе, волонтером работаю, я тебе веду, ну, ты не парни. Ну, снимай я все, ну, не надо. Я говорю, хорошо. А как ты? Она говорит, как ты? Она говорит, а что? Говорит, а что там есть у тебя? Ему, кей-то, да, но сейси, я знаю где они. Он говорит, ой, тут бокал, и хрупкая, написано. Я говорю, нет тут стихий. Она говорит, что ты стихи наш. Она говорит, а где штопорта? Я говорю, ну вот сейчас. Что-то открою. Пили вино, ели колбасу. Господи, как она ела колбасу. Это было так сексуально. Вообще, мне кажется, что уметь человека можно только потому, как он ест. Просто ты смотришь и понимаешь, что зубы колбаса. И это все цепляется друг с другом. Так это красиво. Она говорит, слушай, а что-то вино закончилось. Давай я еще скажу. Я говорю, давай я с тобой. Ну, я теперь еще в стихотворении написал. Она говорит, когда ты успел его не думать, когда ты уходил. Если ты придешь, она говорит, пойдем со мной. Я говорю, да. И мы с ней вместе вышли пятерку. И какой-то туропет. Она говорит, давай, читай. Я говорю, слушай, страшно. Она говорит, да не сын, читай. Я говорю, ну хорошо. Я встал, знаете, люди какие-то идут. Ну вот как. Нам с тобой голубых немец на лес. Нам с тобой. Стань плед глухой стеной. Нам с тобой. Из-за плеванных колодцев не бить. План такой. Нам с тобой. Она говорит, ты приказываешься? Цой. Я говорю, серьезно? Как мы с ней прогуляли до утра. Питер такой. Теплый. Очень теплый на Павлаке. Я чувствую себя, что когда он полегал на лавочке, как будто нас кто-то обнимал. И она говорит, ты себя и написал. Я ей написал. Она говорит, представь. И слушай. Ты хочешь? И я достал нас. Я говорю, ну, не буду встать. Я говорю, страшно. Она говорит, ты не сына. Я сидел на него. Я говорю, может, я встану? Я говорю, не сына. Так, ну, чё? Тихо. Удочка. Хочется. Хочу тишину услышать водопады, людей видеть, улыбающихся на Каде, или Каде. Душ из дождя принять в пустыне. Брата Бита, случайно, встретиться в синтократе, избавиться от назуя, от ледной ногтей, избавиться от стихи, все короткие, как отцу и молитвы читать. И хочу, чтобы ты улыбалась, бесконечно со мной целовалась. Мне всегда тебя будет мало. И я хочу, чтобы не только красивее тебя обо мне вспоминалась. И вспоминалась. Представьте, что вам завтра нужно на работе. Представьте, что вы ни от кого не зависите, нужно найти ипотеку или квартиру. Представьте, что вам все равно, сколько денег у вас на карте. У вас это не интересует. Представьте, что вам не нужно выносить внуши. Представьте, что вы всегда находитесь в состоянии покоя и счастья. И вам не холодно. Никакие стекла вам не помехнут. Здравствуйте, спасибо большое. Представьте, что вам все равно у нас. Представьте, что вам просто хорошо. Вот так. Здравствуйте, девушки. Давайте пропадем. Вам не страшно. Представьте, вы в утробе матери в самом безопасном месте в этой вселенной. Вы знаете, вот когда встречаешь с одного человека, ты очень четко понимаешь, что откуда-то изнутри у тебя это идет, что это похожее впечатление, как там. Как будто бы на подкорке где-то в венах. Я не знаю. Как говорил мой любимый артист, я не знаю, что я вечером и Сереже подруг. Если любовь проходит, мы с тобой не надо. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю.